Со всех районов области съехались участники сегодняшнего праздника. В школе вместе с аттестатом зрелости получили права механизаторов, трактористов, мастеров машинного доения. Словом, овладели профессиями, которые необходимы для активного участия в подъеме экономики колхозов и совхозов Нечерноземья. Два года назад здесь, на Костромской земле, началось движение с аттестатом зрелости с комсомольской путевкой на вторую целину. Это начинание одобрил Леонид Ильич Брежнев. Тогда же он обратился за словами приветствия к остромским школьникам, которые остались работать в своих родных селах. Их было 840. В этом году на слет приехало 1220 выпускников светских школ. Среди тех, кому вручены комсомольские путевки и выпускники Соловецкой средней школы. Позади школа, впереди вся жизнь, тысячи дорог перед нами. Каждый много думал, какую выбрать. Для меня и многих моих одноклассников такой единственной дорогой стала дорога в сельское хозяйство. Решение остаться в сельском хозяйстве пришло давно. Почему этому помог пример наших старших товарищей, выпускников 1977 года, а мне, моего брата Александра. Александр работал в совхозе трактористом. Нынче он был награжден орденом трудовой славы третьей степени. Я принимаю трактор своего брата и постараюсь работать так же, как и он. Участников слета приветствовал член ЦК КПСС, первый секретарь Костромского обкома партии Юрий Николаевич Баландин. Этот хлеб из печеной пшеницы, выращенной выпускниками прошлых лет. Символ эстафета «Золотой плуг» передали молодым хлеборобам знатные механизаторы области. Продолжение следует...